Приветствую вас, друзья мои! Сегодня отправляемся в путешествие одного дня в Помпеи. Мы приехали в Помпеи где-то часов в одиннадцать. Наша программа была такова, что мы где-то полтора часа гуляем самостоятельно. Нас привезли к папской базилике Девы Марии Розария, в которую мы, к сожалению, так и не попали. Сначала была большая очередь, а потом началась месса, и мы просто пошли гулять по городу, изучая рынок и прилавки магазинов. Потом должен быть обед и экскурсия. На рынке можно встретить изобилие сувениров в форме красного перчика чили. Его покупают и носят на удачу. В античные времена амулет на удачу был в форме мужского полового органа с крыльями. Этот амулет и сейчас можно встретить на рынке. Его носили римские солдаты во время битвы и даже вешали этот амулет на лошадей, чтобы уберечь их от гибели. Но в средние века, когда в церкви сказали, что неприлично носить на шее такой амулет, он превратился в красный перчик. На рынке, конечно, продают перчик из обычного пластика, но также его изготавливают из коралла, золота и серебра. И там уже цена намного выше. Так что, когда будете в этой стороне Италии, в регионе компании, то обязательно в подарок своим друзьям купите перчик на удачу. Продолжение следует... Также на прилавках рынка можно встретить разнообразные магниты с изображением прессов из Лапанария. Какой огромный выбор сувениров! Я хоть и не покупаю их, но очень люблю рассматривать. Никогда не проходите мимо магазинов, где продают сладости. Хоть я и не сладкоежка, но очень люблю сладости, которые готовят в регионе компании. Они, наверное, самые вкусные. А магазин De Vivo – это находка. Мне хотелось попробовать все и сразу. Вы только посмотрите, какой огромный выбор свежей выпечки. У нас Новый день! Ты выходите раньше. У нас, не доставтесь. Ставьте чип Elite и breaths. У нас очень coz shy! Субтитры сделал DimaTorzok Мы немного прогулялись и вернулись на площадь, а потом нас повезли на обед. И только в 15.30 за нами приехал гид, чтобы повезти нас на долгожданную экскурсию, ради которой мы сюда и приехали. Город Помпей был один из самых важных городов Римской империи. Его посещали торговцы со всего мира. И поэтому там было все не только для местных жителей, но и для приезжих. Там были отели, бордели, амфитеатры, стадионы, пекарни, таверны. На улицах были фонтаны с питьевой водой, а также в городе были роскошные виллы с фресками и скромные дома. Я уже давно хотела съездить в Помпеи, чтобы самостоятельно разобраться и все подробно рассмотреть, но все как-то не получалось. И тут, наконец-то, собралась. Я прекрасно понимала, что в групповой экскурсии даже половину не удастся посмотреть, а тем более рассмотреть. Но поехала и нисколько не пожалела. У меня только разыгрался аппетит. И, как всегда, хочется вернуться и изучить город, но уже с комфортом. Это квадропортик. Он находится перед Большим театром. Архитекторы до нашей эры специально делали Большую площадь возле театра, для того, чтобы во время антракта можно было отдохнуть на ней. Потом уже в начале нашей эры квадропортик переделали под казармы для гладиаторов. Здесь появились жилые помещения гладиаторов. Археологи обнаружили множество шлемов и щитов. Малый театр находится рядом с Большим. Здесь была отличная акустика. Ученые доказали, что по всем параметрам театр похож на древнегреческий Адеон – здание для певцов. Трибуны рассчитаны на 1300 мест. Большой театр был построен во II веке до нашей эры. Но потом его неоднократно перестраивали и достраивали дополнительные места для почетных гостей. Вместимость этого театра была почти 5000 человек. Вот так с высоты выглядит квадропортик, который находится рядом с театрами. И Большой театр. Город Помпей был погребен в результате извержения вулкана Везувия в 79 году н.э. Большая лава за несколько мгновений покрыла город на долгие годы. Раскопки проведены на двух третьих территории. Одна третья города до сих пор находится под толщей вулканического пепла. Давайте вместе с вами пройдем по улицам города. Кто-то из вас уже бывал здесь и вам будет приятно вновь пройти по этим улицам. Кто-то из вас мечтает побывать здесь, а кто-то из вас не может приехать в Помпеи по каким-то причинам. И тогда это видео поможет вам увидеть этот город. Сегодня у меня будет немного поверхностное знакомство с городом Помпеи. Сами понимаете, что в групповых экскурсиях нет времени останавливаться и осматривать все подробно. Я все время боялась отстать от группы, да и мой радиогид постоянно отключался. Первые находки здесь были обнаружены в 16 веке архитектором Доминика Фонтана, который прокладывал здесь канал. Но сами раскопки начались здесь лишь в середине 18 века. Потом уже позже начали проводить первые экскурсии. Хочется отметить, что активные раскопки здесь проходили и при Наполеоне. А его сестра Каролина, она в то время была королевой Неаполя, спонсировала эти раскопки. Хозяину дома не нравилось, что у его дома останавливались люди. И он на фасаде здания изобразил огромных змей, чтобы отпугивать людей. Мы подошли к Лупонарию, или, проще сказать, к борделю города. Это небольшое двухэтажное здание с маленькими комнатами. В каждой комнате была каменная кровать. Второй этаж Лупонария обычно занимали богатые люди. Комнатки очень маленькие, и поэтому мне пришлось очень быстро пройти и выйти на улицу. Этот Лупонарий знаменит тем, что в нем сохранились эротические фрески. Девушки получали мизерную оплату за услуги, а хозяин Лупонария, конечно, наживался на этом. Так выглядит здание Лупонария с улицы. Часто можно встретить на улицах города, на дороге или на стене мужское достоинство, вот как здесь. Кажется, что Помпей был городом разврата и поручной жизни. А также при раскопках была найдена различная мебель, статуи, вазы, надписи и все на эротическую тему с очень-очень подробным содержанием. При первом императоре Рима при августе в начале первого века был проложен акведук, который поставлял воду в Помпеи. К нему были подключены только дома самых богатых граждан. Остальные люди набирали воду вот в таких городских фонтанах. Вы, наверное, обратили внимание, что тротуары находятся на очень высоком уровне от дороги. Это, видимо, потому, что канализации в городе не было, и все нечистоты лились по дороге, стекая в небольшие отверстия. Людям же, которые хотели перейти с одной стороны улицы на другую, были сделаны вот такие пешеходные переходы в виде плоских камней, чтобы, переходя улицу, они не испачкались. Мы дошли до форума. Он находится на главной большой площади, где проходила общественная жизнь города. По форуму можно было ходить только пешком. Здесь собирались торговцы, общественные деятели и местные жители. Город Помпей находился на высоком холме. Он процветал и был очень богатым городом. А его выгодное местонахождение являлось преградой для вражеских нападений, что и сохранило город от грабежа и разрухи. Сегодня уже сложно рассмотреть этот холм, так как вулкан и время сгладили высоту. На площади находился рыбный рынок, а напротив рынок для овощей и фруктов. Там сейчас находится склад для археологических находок. Более 10 тысяч экземпляров можно увидеть здесь. А рядом с ними находятся тела погибших, отлитые из гипса. При археологических раскопках были обнаружены пустоты. Их попробовали залить гипсом. Горячая лава вулкана, которая накрыла город, погубила все вокруг – дома, людей. За долгие годы под толстым слоем лавины тела разложились, образовав между лавиной пустоты. И вот когда археологи нашли пустоты и залили их гипсом, то получили слепки тел погибших. Горячая лава вулкана. Один из жилых домов. При входе в дом находится мозаика собаки с надписью «Кавэ Канэм» – «Берегитесь собаки». Кто-то из жителей выкладывает мозаику приветствия, а кто-то старается напугать прохожих. А здесь, видимо, была траттория, где готовили еду. Приндлядь, катера, катера, катера. Приндлядь! Прогай, надписью, катера. Мы заходим в дом танцующего фавна. Фавн – это лесной бог. Он поднял руки над головой, как будто танцует. Танцующий фавн стоит посреди прямоугольного бассейна, украшенного декоративной мозаикой. Когда в Помпеях не было водопровода, дождевую воду собирали в бассейнах, а потом по трубам вода поступала в подземную цистерну. Перед нами копия скульптуры танцующего фавна. Оригинал хранится под стеклом в археологическом музее Неаполя. Дом танцующего фавна – один из самых богатых домов того времени. Здесь было несколько парадных, обеденных залов. Извержение вулкана разрушило здания, и они обрушились. Но то, что украшало дом внутри, например, мозаика и фрески, они сохранились. По ним мы можем судить, как был богат хозяин этого дома. В доме фавна находится знаменитая мозаика. Человек с копьем – Александр Македонский. Мозаика рассказывает историю битвы при Иссе. Правда, оригинал мозаики находится в музее Неаполя, но и копия достойна внимания. Видите, вдалеке сидит собака. Гид нам рассказал, что до пандемии здесь было около 20 собак, и туристы их постоянно подкармливали. Археологический музей был закрыт почти полтора года. Все собаки разбежались, и остался только один пёс по имени Аргу. Археологический музей Сейчас мы находимся на территории храма Аполлона, который был построен в VI веке до н.э. Обратите внимание на маленькие белые камешки, которые находятся между большими камнями. В полнолуние они светятся и подсвечивают дорогу. Это так называемая лунная дорожка. Наша экскурсия подходит к концу. Если бы вы мне сейчас задали вопрос, стоит ли посетить Помпеи, я бы вам ответила однозначно да. И обязательно советую брать гида или аудиогид, без чьей-то помощи вам будет очень трудно разобраться. А на этом я буду прощаться с вами. Мы садимся на автобус, и через три часа уже будем в Риме. Субтитры создавал DimaTorzok